Трагедия за несколько часов до Нового года. В Запорожье самоубийца, выпрыгнув из окна, погиб сам и лишил жизни малыша, который вышел с отцом из подъезда. Все подробности в материале наших корреспондентов. Все произошло около шести вечера в доме по улице Исторической. Молодая семья с ребенком едва успела выйти из подъезда. Отец держал сына за руку и за какую-то долю секунды на малыша внезапно упал человек. Я только слышал, что удар глухой. Все. Я сначала не понял, потому что то петарды бросают, то с ума сходят, кричат, лежат. Скорая мгновенно приехала. Я не знаю, даже по времени. Очень быстро. Сирена необычная. Щекочет нервы. На место ЧП выехали три бригады скорой помощи. Со скорой вышла сестричка. Людей столько было. Сестричка говорит молитесь за малыша. Потому что пытаются реанимировать малыша. И за этим каждый. Вот я впервые услышала, как люди вслух молились. Мы вслух все читали. Вот чинаж. Медики говорят, 39-летний мужчина выпрыгнул с 8 этажа и погиб мгновенно. А вот за жизнь малыша, которому было всего лишь год и 9 месяцев, боролись до последнего. Открытая черепно-мозговая травма. Травма шейного отдела позвоночника. Закрытая травма грудной брюшной полости. Ребенок находился в состоянии клинической смерти. Проводилась сердечно-легочная реанимация, которая успеха не имела. Ребенок скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Жильцы многоэтажки до сих пор не могут прийти в себя. А самоубийцы ничего плохого не сообщают. Он помогал делать ремонты в подъездах и его никогда не видели пьяным. Что толкнуло мужчину на такой шаг, не знают. Семья, которая потеряла ребенка, его соседи. Живут этажом выше. Парень отличный. И мама Анечка. Семья была просто замечательная. И он так малыша этого любил. Как они это переживут, мы просто не знаем. Папа вытягивал этого малыша. Вот тут секунды. И того Женя звали, и малыша тоже звали Женя. Сейчас расследованием происшествия занимается полиция. Что самое стало причиной трагедии? Чи перебывал человек в стане алкогольного спьянения? Або есть другие обстоятельства? З'ясуя следствия. Тем временем во дворе, где произошла трагедия, соседи готовятся прощаться с погибшими. Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности телеканал Интер.